Телекомпания «Вид» представляет. 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 неделе так активно обсуждалось юбилей комсомола когда собирается полный состав цикала ксм из пенсионеров и миллионеров это вот субботник и конечно же знаю я еще застал те времена был пионером я помню так что такое субботник но вот этот субботник он немного иной был те субботники которые были при пионерами когда я был пионером они были несколько заорганизованы субботника он был плохо организованно и в том было его прелесть у нас кстати в этом деле свой достаточно корыстный интерес такими вот вещами такими акциями пытаемся объединить вокруг себя людей которые еще не разочаровались жизни и которые хотят чего нового как том числе и женя сказал узнать понять придумать компания нас собирается неплохая вот видели уже наших рязанских товарищей есть у нас еще и много других давайте закончим срезанию как люди на все это реагировали когда вы собрались так как вы говорите не очень организованно вы знаете по разному в основном смотрели улыбались но к сожалению подключились к нам к нашим действием только маленькие детишки действий по моему лет было я спрашивал которые увидели музыку духовой оркестр плакаты людей с лопатами с граблями пошли вслед за нами и стали очень активно убирать мусор к сожалению никто из старших я вообще-то работаю в рязани ведущим деле программы вот мы после этого субботника на следующий же день показывает сюжет в эфире нам позвонила женщина которая сказала ребята какое вы хорошее дело делали но почему же вы не пригласили официально студентов там курсантов военных училищ нас в городе 4 военных училища почему же вы не пригласили я сказал что мы не хотели никого приглашать мы надеялись что нам кто-то присоединиться увы мало был на вашем месте в прошлый раз когда мы были в эфире был андрей кончаловский известный режиссер он как раз тоже говорил что нам не удастся собрать много людей на такой субботник но мы же не комсомол зачем нам собирать много нам важно хороших людей собрать правильно конечно вот а много это не наша задача и я в связи с юбилеем комсомола который как раз начался я подумал что лучше вместо этих торжественных пышных церемоний может быть такой вот субботник организовали как удалось вот ребятам организовать в рязани пользы было бы от этого больше и молодежь бы я думаю на это больше открыть или уже молодежь ни на что не откликается как ваш опыт показал вы знаете мы наверное все-таки вы действительно плохо организовали не сумели может быть проинформировать я все-таки верю в наш молодежь я знаю своих друзей которые хорошие ребята которые хотят чего-то от жизни большого просто я все-таки над думаю что у нас наверное не все услышали во всяком случае хочу на это надеяться в наше время молодежь постоянно обвиняли в том что ей ничего не нужно я думаю что и тогда-то это было неправильно сейчас точно так неправильно говорить не про молодежь не про всех остальных для тех кому не безразличная судьба людей которые живут рядом очередной выпуск нашего журнала новости дня проект века экспедиции по расчистке мусора в антарктиде входит в решающую стадию недавно в москве в здании госдумы был подписан договор в соответствии с которым известный британский полярный исследователь взялся спонсировать экспедицию наши бывалые полярники немедленно взревновали она на близгаузе нет второй раз там канадцы по моему 10 человек окурки подбирали за нашими полярниками по сути форменная дедовщина опытным полярникам не нравится что мусор за ними будут убирать полярники неопытные а английские деньги ударили по чувству национальной гордости но ревнуй не ревнуй а договор подписан и двое добровольцев уже направляются к южному полюсу планеты есть такое мнение в нашей скажем в нашем городе что люди думают опять и что что тех кто едут в антарктиду они бегут от кризиса кризис у нас в чем кризис у нас с в банковской там все это системе когда люди наворовались и ворвать больше нет и нет а я всю жизнь работал тяжело и много таки будут продолжать это резанец лев маврин профессиональный воздухоплаватель облетевший на воздушном шаре все материки кроме заветной антарктиды и актер алик галиулин из уфы он едва ли не первым откликнулся на призыв михаила малахова был на редкость настойчив и получил путевку в антарктиду за волю к победе полярные мусорщики вскоре приступят к работе а отборочная комиссия продолжает прием заявление несколько месяцев назад мы получили письмо от мамы 10-летней насти горбенко в нем рассказывалось о бедственном положении в московском не и урологии где лежала маленькая настя в ожидании пересадки почек на просьбу о помощи откликнулась компания кока-кола она устроила праздник для пациента в клинике и самое главное купила совершенно необходимые для пересадки почки хирургические инструменты в принципе наверное сейчас по протоколу надо говорить какие-то там важные слова на самом деле мы очень рады что у нас есть такая возможность помочь мы надеемся что это не в последний раз и обязательно найдем какую-нибудь форму дальнейшего сотрудничества с помощью нового оборудования клиника готова принять детей нуждающихся в пересадке почки причем бесплатно биолог александр суворов продолжает читать лекции по фито дизайну в мебельном центре грант как вы помните он обратился к нам с просьбой познакомить его с новыми русскими чтобы добыть денег на продолжение научных исследований судьба тому что вы пришли сюда вы наверное выбираете какую-то мебель мебель здесь действительно красивая но помимо мебели ведь интерьер можно оформлять и другими способами и зачастую это совсем недорого за каждым из этих объектов что-то стоит вот например шишка вы наверняка читали буратино вы помните как карабас барабас получил шишкой по лгу от буратино это шишка итальянской сосны вот именно такое дерево просветительскими лекциями в мебельном центре александр занялся не от хорошей жизни дело в том что суворов представляет крайне редкое направление в биологии молокологии наука омолевске его именем даже названы некоторые обитатели ракушек занесенные в красную книгу не удивительно поэтому что александра приглашают на все без исключения международной конференции молокологов а суворов неизменно отказывается причина очевидна зарплаты научного работника на билет зарубежных варь трихоцериус это довольно редкий и очень красивый кактус растение хустынь когда он стоит в вашем кабинете то он позволяет взгляд на чем-то остановиться почувствовать себя причастным к чему-то большому то есть природе вы не ощущаете оторванность от природы времена нынче непростые и за неделю александр выяснил что новых русских теперь фитодизайн не слишком волнует но биологи не привыкли отступать суворов уверен что рано или поздно он все же встретит своего спонсора несмотря на кризис есть есть еще настоящие новые русские один московский бизнесмен пожелавший остаться неизвестным позвонил к нам в редакцию предложил зимние шапки и курки для детей и стариков вещи переданы в один из московских интернатов а также в центр социального обеспечения преснец этого мальчика два месяца назад нашли в песочнице он помнит что его зовут саша и что мама просто оставила его и ушла в екатеринбургском центре социальной реабилитации детей оставшихся без попечения родителей саши выправили свидетельство о рождении судебная медицинская экспертиза однозначно установила что он что ему два с половиной года но и если выписывается деятельство рождения нужно дать фамилию имя отчества и дату рождения определить и поэтому девушки медики решили что пусть у него будет фамилия любимых жизни его будут любить все а саша он себя назвал сам сразу когда его привели но если даже эта мама которая решила отказаться от ребенка я думаю найдутся люди которые очень достаточно очаровательного малыша захотят воспитать ну и уже обратиться к нам и поможем на самом деле помощь совершенно незнакомых людей друг другу это наша скажу так политическая программа в 2000 году тем больше чем больше будет людей которые не зависит от политики и от политиков тем больше политика будет зависеть от этих людей вот женя которые в рязани организовал субботник как раз относится к таким людям и я знаю что вы тоже там у себя в рязани придумали как в помощи телевидения бороться с мусором нам придумали мы решили сделать акцию назвали и чистый четверг решили по четвергам выбирать наш город хотим склотить команду добровольцев дать через телевидение мы все-таки телевидение нас смотрят телефон по которому позвонили люди говорили какие места у нас в городе самые грязные какие места требует самой такой большой очистки вот этой командой добровольцев туда направляться это было неделю назад позапошло воскресенье мы дали первый раз такое объявление к сожалению никто не откликнул не верит не верит наверное да я не виду добровольцев не нашли но мы образцы связываемся сейчас с зелеными пока по предварительной информации зеленые хотят нам помочь более того у нас есть рязанские музыканты ребята которые играют рок и которые еще давно еще до наших субботников ездили у нас есть при занятки и классные места озеро чуренька озеро ласковская в общем торфяная вода на просто прелесть и вот туда постоянно ездит туристы постоянно оставляет там мусор за собой вот они еще тогда ездили от места убирали мы с ребятами договорились что они нам обязательно помогут более того сыграют споют же не один из самых молодых самых известных самых необразованных журналистов рязани когда он был 15 лет он сбежал на телевидении на радио телерадиокомпании даже не закончил среднюю школу ну и вот сейчас здесь когда в следующий раз будете убирать мусор все-таки в четверг я думаю что в этот четверг мы уже будем убирать в рязани мусор на островах на озерах или вот в городе нет в городе пока в городе потому что на озерах сейчас грязь чисто природная у нас дожди идут в рязани и как бы тот мусор который есть и вот эти ребята они очень много оттуда вывезли город требует очистки до отсюда мораль всем кому близка идея уборки мусора во всех ее проявлениях создание добровольных таких наркоцентров про которые много говорили с организации субботников не знаю создание тайны в общество дед мороз который дарит подарки тем кто их никогда не ждет и так далее так далее все о чем мы говорим в нашей программе пожалуйста присоединяйтесь по-разному так как вы хотите это делать звоните 217 9 7 5 9 пока мы здесь вот дежурим на этом телефоне с нашим новым единомышленником из рязани жене зызиным но и с минуты на минуту ждем что к нам присоединится наш единомышленник со стажем рок-музыкант юрий шевчук о том тоже есть что рассказать а пока он не рассказал еще свою историю как можно сегодня в наше время делать добро хочу вам показать сюжет из косово который мы просто раз не показали в тот момент было ощущение что вот-вот начнутся бомбежки слава богу удалось этого избежать и вообще мир был на грани этой войны рассказывает а лета ефимова и константин кряков брюсселе в штаб-квартире нато уже решено какими силами бомбить югославию это будет армада из сотни самолетов окончательно не решено только нужны ли вообще бомбы чтобы урегулировать сербско-албанский конфликт тем временем косово идет уборка урожая это не так легко бомбить какой-нибудь страну я не думаю что кто-то у кого-то есть а где страницы криво припедана нигде нигде оптимисты и ждем что будет то и будет да как они будут бомбить косово поскольку на косово смешанный состав населения как они могут сверху определить где албанец где серб четыре месяца назад сербская армия начала очищать косовские деревни от захвативших их албанских боевиков в результате зачисток сожжены сотни домов 300 тысяч албанцев стали беженцами а на полях косово в этом году как никогда уродилась кукуруза все лето стояли солнечные дни со страхом мы собирали работали но должны были бы мы это делать чтобы не остаться из еды чтобы не осталось это на полях а и путь улицу косморадик а и стреляли на нас потому что когда мы убирали и стреляли на нас слава богу не попали вы уже привыкли к этой стрельбе если навыкли мы ведь четыре месяца мы навыкли на это уже продолжается четыре месяца албанские фронта албанские кучи ту албанские кучи это албанские дома там есть много террористов это город называется чичавица мало едно далее другу по данным международных наблюдателей за полгода конфликта в косово погибли 800 человек по вечерам сербские крестьяне отправляются на окраины села охранять свои дома от снайперов партизан или террористов никто точно не знает кто именно стреляет с той стороны он лично у него два гектара там его пшеницу значит подожгли четыре дня назад на той линии мучился только что мог сделать только молча страдал до нас выгнать и сделать здесь свою территорию свою республику перекрестимся и что бог даст что делается некуда намекте никогда даже не снится мне а если приснится сразу выброшусь через окно здесь нет перспективы никакой а нет перспективы несколько даже для меня нет для драгона нет перспективы для детей наших потому что вот они завтра вырастут ну куда они пойдут с кем они будут дружить они ну окажутся может здесь и останутся сербы но это кажется очень изолированным обществом таким определенным каким-то сербским гетто ирина преподает русский язык в университете в столице косово городе пришли с мужем драгоном она познакомилась в россии на вечеринке сербско-русской дружбы мне драгон сказал так он сказал но я не знаю говорит как там у меня других русских так сказать под рукой нет но если вы русские нам не поможете берегись ты у меня будешь за все в ответе жители приштины забыли что такое загородные поездки таксисты далее чем на 10 километров от центра не везут ни за какие деньги там война а в городе идут занятия в университете работают ночные бары дискотеки но мира между сербами и албанцами нет и здесь на этой стороне улице находится сербский кафе а вот там на этой стороне улице находится албанский кафе и никто не подходить друг другу два параллельных мира сербский и албанский все-таки пересекаются в одном месте на этом дереве и только после смерти такими памятками все жители косово отмечают смерть своих близких здесь могут встретиться сербский полицейский албанский партизан но только здесь мне кажется не раздеть мир это самое лучшее что существует на свете он говорит я взял ее на прицел так мы познакомились он говорит снайперским прицелом он ее сразил на баланс натовские самолеты пока контролируют косово с воздуха от пришти не гуляет сербская свадьба размаху которой могут позавидовать любой новый русский наверное только во время войны возможно так населиться он наверное это адреналин так сказать идет в кровь нервное возбуждение возбуждение веселость такая несоответствующая моменту но веселость это просто реакция наверное на вот ту информацию негативную которая постоянно поступает и вот человек начинает буквально с таким блеском в глазах а вот вы слышали там стреляли если не хотите попить я выпью я люблю говорит это дело пусть не обохранит добрый к нам возгляд до сих пор приходят письма от людей которые пытаются найти своих близких которых они потеряли на войне и вот на этой чеченской и даже на великой отечественной и те минуты когда я вообще ничего не понимаю что происходит в стране и на телевидении то я хотя бы думаю что может быть эфире можно помочь чем люди этим людям которые нам присылают эти письма хочу сейчас воспользоваться этой минутой вот например показать фотографию парня который потерялся в грозном аж 31 декабря 94 года в самом начале войны он из новокузнецка его вот мама прислала нам письмо может вы его узнаете еще одно письмо муж пропал без вести в марте 45 битве за будапешт вот его фотография и фотография его жены с дочерью еще одно письмо которое тоже вот недавно пришло из воронежской области ушел по контракту сын воевать в чечню пропал без вести 14 декабря 95 года под шатуем может быть тоже вы узнаете тогда позвоните нам 217 97 59 и вот так вот по несколько писем раз в неделю мы будем к этой теме возвращаться может быть дай бог кто-то найдется кстати для поскольку писем очень много сначала года пришло больше трех тысяч писем от людей которые еще друг другу мы даже специальную программу сделали который называется еще тебя она выходит нерегулярно поэтому вот так вот потихонечку будем к этому возвращаться кстати жени поскольку вы на сами домами начинаем дружить вот вам в рязань наши письма спасибо пожалуйста будете нам помогать искать людей в конце концов для этого нужно телевидение я похвастаюсь с начала года занимаясь таким поиском мы нашли уже 56 человек с помощью телевидения что в общем не так уж мало не так уж мало и последним был 16-летний парень чеченец которого родители считали что его расстреляли а мы его нашли в колонии и недавно вот его оттуда выпустили он вернулся к своим родителям они были совершенно потрясены про эту войну вспоминать ее будем долго на этой неделе я встречался с асланом масхадовым кстати произошло это в городе магаси вот увидите кадры это празднование открытия новой столицы ингушетии посреди просто поле построили маленький пока еще но уже многоэтажный город кстати магас с ингушского переводится как город солнце так что в этом смысле русла наушев утопию сделал жизнью люди строят город солнце мой главный вопрос касану масхадову которые я ему задал во время интервью это вот эти операции по освобождению заложников которые в последней неделе очень активно были надо сказать к чести масхадова мы сталкивались много во время войны он всегда вот в этих вопросах поиска военнопленных помощи друг другу русских чеченцев всегда относился к этому очень серьезно очень искренне очень благородно россия думаю большим каким-то таким чувством теплым вас приняли когда в последнее время удалось освободить большое количество людей англичан и русских и вот такая трагическая смерть тоже вашего товарища не оборачившего совершенно раз и опускаются руки удастся все таки как-то организовать это так чтобы действительно людей не выхищали мы думаем что как бы наши враги не хотели именно террористическими актами сломит и чтобы руки опустились это практически исключается это невозможно наоборот твердое желание стремление обуздать преступность знает что это не только преступность это грязная политика именно похищение людей это дискредитирует мой благородный народ дискредитирует наше государство это практически трагедия позор для нашего народа поэтому по моему после даже вот серии этих юристических актов я думаю что наоборот это укрепило нашу веру что надо бороться с этим злом что ваши боевые товарищи вот так получилось некоторые не поддерживают вас я имею ввиду басаевый копилова нужно ду его когда я была очень тяжелой ситуации войны вы были вместе сейчас конечно мы были задачи еще сложнее из-за этого в этом большую трагедию не вижу просто те которые вчера были со мной в одних окопах сегодня может быть у них другие подходы свои подходы к тем прям тем проблемам которые стоят перед государством перед народом может быть они считают что например строить свои взаимоотношения с россией обязательно нужно взрывать там железнодорожные вокзалы или там обязательно вмешиваться внутренние дела там грузии дагестан я считаю что это неправильно нужно сегодня для такого маленького народа который выдержал вот эту тяжелую страшную войну нужно выиграть дипломатии я думаю что мы уже близко к этому подошли я считаю все те которые меня толкают на радикальный экстремистский путь это просто лишают моей государственной политики для блага своего народа все думают что мы вот только вот думаем о независимости вот только вот видим там это снится нам только независимости дагаи особенно после войны возьмите любого чеченца мы считаем что мы уже независимым вот духом укрепилась вот это такой степени укрепила что это для нас вот для нас чеченцев уже решенный вопрос только вот во всем международным законам нужно найти правую основу для нас это все понятно поэтому я более дальше смотрю даже может быть интересы россии интересы россии какие взаимоотношения могли быть россии и чечне потому что только смотреть на чечню зациклиться на этом можно потерять кавказ я заметил что маскадов очень сильно изменился за эти годы в этом смысле вспомнил его первое интервью которое дал нашей программе в 95 году в землянке когда шли бои и тогда с улыбкой он вспоминал день победы 91 года когда еще он был советским офицером и входил в вильнюс и на его машину офицерскую бросались литовцы на капот он сбрасывал они кричали русские оккупанты и в том интервью он вспомнил как они со своим замполитом николай чем епифанцев кстати неплохо было бы его тоже найти может встретить с маскадовым после стольких лет выпивали в тот день победы на то чтобы никогда не оказаться по разные стороны пара линии фронта и удивлялись кише странные эти литовцы что они так хотят независимости в 95 году он сам над собой смеялся сейчас осталось держание и суши впрочем я не за ни одного человека кого политика делал бы искренне поэтому может быть политики не очень частые гости в нашей программе что когда ставшим конкретный вопрос им как правило нечего сказать я вспоминаю шахтеров они тоже не могут забыть как здесь они общались с илиных и команды обсуждая возможности малого бизнеса в северных регионах она им предложил собирать грибы и ягоды поговорим о вещах более понятных как я обещал к нам присоединился юрий шевчук и вот с ним как выяснилось нам есть что обсудить не просто общее в идее который нас объединяет на вещи вполне конкретные добрый вечер добрый вечер гаян нам принесла первые телефонные звонки я уже с проверю лет ну вот как обычный юр значит сообщить адреса революционных коммун для наркоманов не говоришь мы в нашей программе буквально ну через раз минимум вспоминает эту тему открываем новые и новые точки которых конечно очень мало сейчас стране рассказываем людям куда можно обращаться да им телефон это ли все равно поток нарастает и мне кажется я видел вашу передачу присутствовали самарцы то есть как раз у них там очень хорошо хорошие ребята работают мы с ними как бы сотрудничали на эту тему немножко да но это важно очень я сюда пришел передачу тоже рассказать о людях не себе как раз не о нашей группе о людях которые делают тоже очень добрые дела в этом направлении скажем так помогает людям с химической зависимостью обрести себя здоровыми цельными то есть обрести мир потому чтобы вот зрителям стало все окончательно понятно я предлагаю начал показать одну пленочку легко быть циником легко заниматься своими делами совершенно не заботясь об идущих рядом идущих неровной походкой идущих вы не к жизни а к смерти часто этот дом на горе построили не циничные люди если попроще люди получше это мое мнение люди при помощи этого неба который вы видите здесь этой травы тем что за этим небом пытается помочь людям которые испытывают большие очень скажу мягко большие проблемы связанные с алкоголем и наркотиками здесь человек протрезвев наконец-то его видит это небо и кое-что понимает про жизнь понимает что главное на самом-то деле в этой жизни и возвращается к ней как начало ПЕСНЯ Я могу сказать, что вот этот центр, это вот наш ребенок, он такой колченогий, он такой почти однорукий вообще, там с одним глазом, такой весь в рубцах, в шрамах, но это любимый ребенок, результат наших долгих усилий, фактически восьмилетних, восемь лет, как мы здесь пытаемся что-то сделать. Я с гордостью хочу сказать, что вот этот дом, там зимой, когда были температуры по минус 30 градусов, там в доме температуры опускались до плюс 5, до плюс 10 градусов, и только два человека ушли, все остальные остались, и дом ни на минуту не закрылся. То есть вот такой вот, такой энтузиазм, так люди хотели, чтобы этот дом состоялся, вот этот дом на горе, и чтобы люди, значит, в нем поправлялись. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну вот мы находимся в прекрасном, замечательном месте, в дом на горе Надежда. Вот, я приехал найти своего друга, музыканта, художника, хорошего очень человека, и помимо него еще здесь находится некоторое количество людей, у которых настигла и перестригла беда очень сильная, которая была и у меня, и у многих моих друзей. Вот, я надеюсь, я знаю, верю, что то, что отсюда выйдет замечательным, он так замечательный, в смысле здоровым человеком, это, то это точно, вот. Я хочу сказать, что если у кого-то есть возможность помочь этому дому, морально или материально, то будет очень классно. Меня зовут Игорь, мне 35 лет, и я алкоголик. Сейчас я могу сказать, что я выздоравливающий алкоголик. Я 30-й выпускник этого прекрасного центра, и на данный момент я нахожусь на добровольных, как говорится, началах, просто хочется как-то отдать тот неоплатный долг за свою трезвость, которую мне подарили здесь. На кораблях ходил, бывал от плаванья, в любых морях бродил и штормовал, в любом порту, в любой заворской гавани, повсюду я по дому тосковал, повсюду я по дому тосковал. Сегодня такой радостный солнечный день, он для меня особенно радостный. У меня 5 лет и 3 месяца трезвости на сегодняшний день. Это, конечно, не особо много, но уже и немало. В прошлом году, у меня было когда 4 года трезвости, я первый раз попал в это место, замечательное, дом на горе. Когда здесь был снег, и вот этот дом, который сзади нас, он, были просто одни стены, без окон, без дверей. Ну, крыша, правда, была. Все было в снегу, холодно, но мы сразу поняли, что надо нам строиться, надо пускать корни здесь. Действительно, место удивительное. В другом поля, луга, горы, небо такое замечательное. Самое главное – начать. Начать очень сложно, но очень просто. Надо понять, что пьянка – это все искусственные такие заменители ощущения жизни. Настоящая радость – это трезвость. Вот дети маленькие, они же радуются, солнышко, вот эти травки, веселятся. Никакой им алкоголя не надо, тем более тем наркотикам. И эти же детские ощущения вернулись и ко мне. Я очень счастлив, что я сегодня трезвый. Программа очень простая – не пить один день, только сегодня. Мы не знаем, что будет завтра, через полгода, через год. Один день может не пить абсолютно любой человек. Даже самый-самый опустившийся, у которого уже никаких надежд нет. Потерпеть один день можно. Я не пью сегодня. Так что приходите на нашу группу. Улица Правда, дом 16, квартира 20. Ежедневно в 7 часов. Сразу придется объяснить, где это улица Правда. Это в Питере, в самом центре, недалеко от пяти углов. Достаточно близко. То есть очень легко найти. То есть там у вас сборная? Там есть мастерские мечков, да. И там как раз проходят группы, на которые может прийти любой человек, страдающий. Группа А. То есть есть такая система. Никаких врачей, таблеток, колес, никакой химии, никаких вшивок. Просто люди склонны, так скажем, хорошо погулять, выпить, да. Закусить и страдающие от наркотиков тоже. Они могут прийти туда, увидеть людей, близких, скажем так, по духу. То есть людей, которые это тоже прошли. И посоветоваться с ними, поболтать о жизни. Это помогает. Очень многим помогает не пить и, я знаю, даже не колоться годами. А как эта идея? Почему она? Эта идея пришла, так же, как и рок-н-ролл, к нам не из Рязани. Она пришла к нам из Америки. Был такой и есть, слава богу, такой замечательный человек. Мы зовем его дядюшка Лу Бентл, да, который работал здесь в Москве, он американец. Он был просто потрясен. Неимоверным количеством водки просто текущей здесь, везде, на каждых кухнях, банкетах и так далее. В Америке есть такая система, программа АА, анонимных алкоголиков и АН, анонимных наркоманов. И сотни тысяч американцев излечиваются. Не излечиваются, но как бы выходят из этого тяжелого состояния благодаря этой программе. У нас это началось с того, что одна наша сотрудница просто обратилась за помощью ко мне, например. Поскольку ее дочка настолько впала уже в зависимость, что стала вытаскивать вещи из дома, чтобы их продавать. И тогда мы стали об этом думать и нашли Центр по реабилитации наркоманов, первый, который мы показали. И после этого такой шквал звонков. Я не мог себе представить вообще масштабы этой проблемы. Да это огромная проблема. Сотни тысяч молодых людей в каждом городе страдают этой проблемой. Если умножить на количество городов, это будет страшно. Цифра, сумма, героин течет рекой. Вот недавно я прочел статью Сергея Говорухина, он был в Таджикистане. Ну ты там тоже был, да? Я тоже. Ну о том, что граница практически, мягко скажем тогда, открыта и все это. И цены на героин стали дешевле, естественно. И все это идет страшно очень. Ну сейчас мы дали адрес улицы Правды. Да, это адрес... И огромное количество людей появится. Адрес группы, да. А вот по поводу дома, это дом, кстати, я могу сказать, что он бесплатный. То есть человек, который страдает алкоголизмом, наркоманией, он может там побыть бесплатно. Это очень важно. То есть мы вот недавно дали с ребятками, которые вы здесь видели, концерт в Питере. Ну для того, чтобы собрать... С аукционом и с мисками, да? Да, еще группа Калибри и многие-многие другие, да. Ну для того, чтобы купить как раз еды в этот дом. Ну чтобы люди там жили. Очень помогает Гусев Валерий. Он как раз новый русский, который туда поставил холодильники, затаривает их мясом. То есть конкретные, одежду. Ну очень хорошие люди и очень много помогает. То есть я как бы хочу сказать всем, что это есть, это слава Богу, и это без всякого пафоса. Я здесь не для того, чтобы трещать и говорить, вот какие мы хорошие, да. Нет, это как раз очень здорово. Мы вот с Женей тоже говорили, что вот у них субботник там в Рязани. Не важно, сколько людей пришло. И пусть и даже плохо организовали. То есть это лучше, чем как было в комсомоле, когда все это вот заорганизовано. Все очень официально, все отметились по проблеме и так далее. Нет, комсомола в свое время выгнали. Я этим горжусь. Но вот уже... Дело не в этом. Дело в том, что есть люди, которые действительно работают. И вот Женя Зубков очень много делает. И Гусев, и Трифонов Володя, который директор этого дома, который просто как, ну я не знаю, как курица на сетках вот с этими, со всеми ребятами. Он сам прошел через все. И в этом доме люди находят понимание. Потому что там нет ни одного человека, который там живет, работает, который не прошел бы через этот ад тоже. А это очень важно. Это важно иметь дело алкашу, наркоману, человеку, который это пережил сам. А не с холодным каким-то бездушным врачом. Да, мы убедились, что официально медицина бессильна. Бессильна, да, бессильна абсолютно. Все это шулерство, все эти вшивки, все это для того, чтобы делать деньги только. Ну вот сегодня у нас добавился к тому списку центров, про которые мы много рассказывали, еще один. Значит, у нас теперь есть два под Питером, два под Москвой, один под Калининградом. Я могу сказать телефон Володи. Давайте. Потому что там телефон мы еще пока не провели. Это дом, ну домашний Володя. Это будет шквал. Ну, Володя согласен выдержать этот шквал. Такой божий человек. 8-812, ну код Питера. И 465-89-33. А вот, ну, всем помочь мы не сможем, потому что 5 домов или 6 домов или 10 таких центров на огромную страну совершенно невероятно. Может быть, какие-то слова вот, Юра, твои вот, что бы ты этим людям мог сказать, тем, кто колется? Ну, что я могу сказать? Ну, все люди, которые колются и пьют, они все и сами понимают на самом деле. Я еще не видел ни одного, как сказал один священник, ни одного глупого алкоголика и наркомана. Как правило, любители пограничных состояний, люди далеко не глупые. Умные люди, многое понимающие. Но алкоголь и наркотики, тут сила воли не канает. Тут сила воли это болезнь, даже как рак, допустим, или спид, не победить. Или даже насморк. Не победить сила воли, это тоже заблуждение. Тут нужно как-то поближе к Богу. Не побоюсь этого слова. Может быть, он поможет. Ну, какой-то обратиться в высшие силы, к друзьям. Найти вот это душевное, духовное. Заполнить эту дыру в себе вот этим. И, конечно, можно выжить. Я так считаю. Всем, кто проникся, кому близка эта идея, и в том смысле, что вы готовы тратить себя, свое время на то, чтобы помочь людям рядом с вами. Имейте в виду, что мы всегда будем вас поддерживать. Звоните 217-9759. Кстати, как мы убедились, занимаясь этой проблемой, очень много в том, как организовать такого рода коммуны, зависит от местных властей. Вопрос не только в деньгах, а просто в помощи. И так уж, поскольку все мы живем в мире циничным, то неплохая идея к предстоящим выборам местным и 2000-го года. Помочь построить, например, такой центр. Сейчас реклама. Пока шла реклама, мы тут продолжали споры о будущем. Я, в частности, Юрий, рассказал о нашей почте. Что самое любопытное, у меня такое ощущение, что за эти буквально последние несколько лет появилось поколение людей, которые значительно менее восприимчивы к идеям политическим, но при этом более чувствительны к идеям совершенно иного рода, к идеям человеческим. Поехать в Антарктиду, записаться в спасатель или в тайное общество Дедушка Мороза. Это насчет Антарктиды они догоняют. Кто-то зачем-то бусор убирает. Там бусор много. Оказалось, там полярные станции есть, Беринсгаузен, совместная российская она как бы. И вот наши полярники там оставили мусора много. Не столько полярники, сколько там, насколько я помню, из рассказа Михаила Малахова, очень много осталось сооружений каких-то ненужных, то, что пришло невгодно. Я знаю, что там две станции закрыты уже, потому что не хватает денег. Я знаю, что станцию, вот экспедицию очередную от Академии наук не могут отправить вследствие недостатка денег. А это, ну, мне кажется, и этому надо помогать. Потому что просто господа ученые, замечательные люди, не могут просто отплыть на Антарктиду, чтобы работать, заниматься наукой. Это огромная проблема. Помогаем, чем можем, и как можем, и кому можем. Но мы не всесильны. Ну, понятно, что не всесильны, но это очень важно. Мне близка очень сама вот эта идея, как мне кажется, некой специфической реакции на то, что происходит в стране. Вот это неверие в политику. Как в свое время, когда был застой, вот люди шли в рок-н-ролл. Любили Битлз, читали сам из даты. Это же не была политическая акция. Это было просто нежелание участвовать, соучаствовать с тем, что происходит. Знаешь, Шура, я вот долго думаю, ты знаешь, я как бы на эти темы думаю. Поэтому спрашиваю. И пишутся песни, да. Я вообще рассматривал, кто же такой этот политик. И часто бывает, что человек действительно приходит с благими намерениями помочь людям, народу и так далее. А потом кабинет, тачка там с мигалкой, то, сё, секретарши. И самое страшное, и общаясь с некоторыми политиками, ну так, как художник, я вижу, самое страшное, что происходит с человеком, это чувственный отрыв от действительности, сердешный. То есть как бы он говорит правильные речи. Но за этими словами эти слова не материализуются, потому что нет сердца, чувства. У него происходит отрыв. Он работает по схеме. Эта схема, может быть, она ему кажется и верной и правильной. Но вот бесчувственного связи вот с людьми, которым ты служишь, она происходит, этот обрыв этих связей, очень незаметно для самого человека. Я наблюдаю за некоторыми людьми. Вчера он был приятный, нормальный человек, который чувствовал чужой беде, а сейчас он уже просто политик, который рубится просто за свое кресло и так далее. Его интересуют совершенно не те проблемы. В результате вот Чечня. Ну, разве народ виноват? Народные ужасные истории. Которые втравили политики. Вот масса амбиций, пафоса всего. И, конечно, я тоже, наша группа не участвует ни в каких политических кампаниях, потому что цену этому бесчувствию мы знаем. Это ужасно. И люди, естественно, отходят со стороны от политиков. Отходят. Мы выживаем сами. Мы сами выживаем. И мне кажется иногда, что без политиков мы вообще могли бы обойтись. Это и будет нормальный политик. Это уже давно. Вопросы. Как известно, Юрий Шевчук начинал карьеру мойщиком посуды в Питере. Хочет ли он, чтобы его сын повторял такой же путь? Да я до мойщика еще даже пожарным работал. Пожарным. Кстати, вот спрашивают еще подробнее о сыне. Правда ли, что ты воспитываешь его один? Ну, у меня два сына. Ну, это лично. Мне помогает бабуля. Сын Петра, да. Накажи концерты, поездки, шатры. Сейчас он не что делать. Такой плохой папа. Ну, как бы мало времени, но мы с ним дружим. Еще один дотошный человек интересуется, что стало с твоей бывшей детской студией рисования. Поскольку все знают, что в профессии педагога много занимался детьми в свое время. Художник, да, педагог. Ну, что? Я думаю, что она работает и дети занимаются живой. Всегда в последнее время я работал в Иглино, в художественной школе, это под Уфой. В свое время там работал Давид Бурлюк. Кстати, да. И она имеет славные традиции, эта школа художественная. Я думаю, она живая. Назад не тянет туда? Да. Иногда, да. Дети, общение с детьми, это все равно, что общаться с ангелами. Вопрос нам. Многие ли использовали те три номера телефона, которые мы давали в прошлой программе? Я напомню, что один номер относился к координатам службы спасения, другой храма, где существует надобность в патронажных сестрах по уходу за больными в больнице при храме, и третий телефон для, телефон московской коммуны, которая занимается помощью токсикоманам, в частности, еще и тем, что просто дает им еду, чтобы они как-то выживали. Отвечаю, звонков было очень много, что касается службы спасения, то там даже уже многие проходят свои какие-то правила, значит, медкомиссия, что-то в этом роде. В храме цесаревича Дмитрия нас очень благодарили, это при Первой градской больнице, как раз по поводу патронажных сестер. Хотя, правда, большинство людей, которые позвонили, посчитали, что им там будут платить деньги, но два человека позвонили очень правильно, как нам сказали, и я думаю, что это тоже результат к разговору о массовости, организованности и о комсомоле. Вот я считаю, что два человека – это много. Как ты считаешь? Достаточно. Когда делается благое дело, конечно, нельзя об этом говорить и трещать, на самом деле, ну, поменьше нужно, потому что еще в Евангелии написано, пускай не ведает правое, что дает левое. На самом деле, это факт. И ты не думал, Шура, о том, что когда разрекламированное доброе дело теряет, оно какую-то святость? Это правда, но у меня такая история, что я стараюсь тем людям, которые занимаются добрыми делами, дать понять, что я сам это заметил, а не то, что стараюсь очень деликатно, чтобы они не чувствовали, что я это сделал, для того, чтобы их рекламировать. Ну, деликатность она здесь, наверное, выручит, но это очень важно. Здесь и в этой битве, конечно, за добро один человек в поле воин, конечно. У нас уже двое, вот еще есть Женя, я напоминаю, вы смотрели закляцию, у нас в гостях был наш новый единомышленник из Рязани, Женя Зызин, ну и наш давно уже известный единомышленник из Петербурга, Юрий Шевчук. Все только начинается. Спасибо. О, как ничтожны ты и я, перед нависшую судьбой, и живы Мы пока друзья стоят за нашою спиной, и что мы можем, можем жить, еще, конечно же, любить. Приятель выбрай, скамень свой, наполни в небо добротой, наполни в небо добротой, наполни в небо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Телекомпания «Ивид» по заказу ОРТ